Знаете о чём думают лошади? Я знаю. Они думают найти бы каплю никотина, окружить её всем табуном в тёмном переулке по мордам, по мордам. Вообще эти люди напридумывают всякого, а мы мучайся. И уздечки, и поводья, и сёдла. Такие, понимаешь, умные. А на самом деле эти люди не могут бега от скачек отличить. Хватит тоже мне лошади, да? Не, ну подождите, почему не можем? Бега – это бега, а скачки – это скачки. А действительно, в чём разница? Не понимаю. Бега – это бега, а скачки – это скачки. А, ну слова разные, конечно. А так одно и то же. Представьте, вы решили посетить ипподром. Подошли к кассе и купили билет. Спрашивайте у завсегдатаев, где посмотреть лошадок? А вам говорят, вас интересуют бега или скачки? А что, есть разница? Нужно разобраться. Вот беговая дорожка. Согласно утверждённым правилам, она имеет эллипсовидную форму и угол наклона от 3 до 11 градусов. Если дорожка будет совершенно плоской, лошадь на повороте может просто снести в сторону. Ширина дорожки – 15 метров. 9 запряжек с лошадьми свободно могут соревноваться, не задевая друг друга. Длина беговой дистанции на ипподроме тоже определена правилами. Обычно это от 1600 до 4800 метров. А это – дорожка для скачек. Её ширина может достигать 20 метров. В скачках обычно участвуют 10-12 лошадей. И тут очень много вариантов дистанции. Но серьёзные призы обычно разыгрываются на самых длинных – 4-х километровых. Вот участники соревнований. Один участвует в бегах, другой – в скачках. Мы проследим за каждым. Это жокей. Он должен весить ровно 55 килограммов. Если жокей тяжелее, его снимут с соревнований. А если легче, придётся взять дополнительный груз. Вот жокей подходит к лошади и садится в специальное скаковое седло. Скаковое? Значит, это скачки. Осталось разобраться с бегами. Второй спортсмен садится в повозку. Она же запряжка, она же качалка. Это очень простая конструкция. Никаких тебе рессор и мягких кресел, толстых шин и прочего баловства. Ось с колёсами и деревянное сидение. Вот и всё. Так вот, бегами называются соревнования, в которых лошади запряжены в такую повозку. Спортсмен, который управляет повозкой, зовётся наездником. А каждое беговое соревнование называется заезд. На скачках лошадь скачет галопом. На галопе ноги лошади выбрасываются попарно. Сначала две передние, потом две задние. Вот таким образом. А во время заезда лошадь тащит повозку, идя рысью. Вот так. На рысе лошадь попеременно выбрасывает ноги. Переход на галоп категорически запрещен. При заезде старт даётся при помощи специальной машины. Металлические створки, которые уравнивают шансы участников. По сигналу створки стартовой машины складываются. После чего лошадиные силы показывают мастер-класс и более не задерживают спортсменов. Начинаются бега. А при скачках лошади с жакеми стартуют из специальных стартовых боксов, которые одновременно открываются по сигналу стартера. Закрепляем урок. Если на ипподроме вы видите человека верхом на лошади, то этот человек – жакей. И это скачки. А если человек едет в повозке, то это бега. А человек этот – наездник. А если вы ничего не видите, значит, вы пришли на ипподром в понедельник. А это – выходной. Но что-то кони мне попались. Как привередливые. И поэтому проиграл я, собственно, на ипподроме. Да. Хотя, с другой стороны, если бы не проиграл, не попробовал бы замечательной отменной конины. М-м-м, такая вкуснота. А нефиг было приходить третий. Угу.